Всем привет! С вами Тристания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого полого кулона. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов, тальк, кисточка, щетка, скальпель, лезвие, моделирующий инструмент, стек с шариком, игла, каттер, текстурный лист. Для начала сделаем основной элемент. Для этого раскатываем два пласта черной полимерной глины одинаковой толщины. На один наносим текстуру щеткой, а второй прокатываем через пастмашину на той же толщине. Не забываем нанести тальк или крахмал во избежание прилипания глины. Теперь берем пласт с оттиском от текстурного листа и кладем его на каттер, слегка растягивая и продавливая, делая углубления. Главное, чтобы все края хорошо прижимались к каттеру. Ну и переворачиваем на первый пласт, вырезая заготовку. Лезвием дорабатываем нашу заготовку, задавая ей нужную форму. Скручиваем черную и желтую полимерную глину в жгутик и катаем из него тоненькую ниточку с заостренным кончиком. Декорируем ею заготовку. Декорируем ею заготовку. Декорируем ею заготовку. Капаем на рабочую поверхность немного фимогеля и из желтой полимерной глины формируем листики. Перед тем, как определить их на свои места, макаем их в гель для надежности. Ну и потому, что кулон внутри у нас пустой, мы можем повредить его при нажатии. Декорируем ею заготовку. Декорируем ею заготовку. Белой ниточкой заканчиваем весь узор. 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 Субтитры подогнал «Симон» Моделирующим инструментом все прижимаем В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готова Вот что у меня получилось в итоге А наш урок подошел к концу Вы смотрели мастер-класс от пристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной Оставляйте комментарии Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео До новых уроков! Пока-пока!